Один из Красноярска, второй из Воронежа. Общее дело подтолкнуло их покинуть родные города и отправиться по России. В Саратове на пути у криминального дуэта встали сотрудники полиции. Сотрудниками отдела уголовного розыска при взаимодействии Росгвардии города Саратова были задержаны два гражданина. Один из них 1971 года рождения, являющийся гражданином Красноярского края. Другой 1981 года рождения, являющийся жителем Воронежской области. Данные лица прибыли на территорию города Саратова с целью подачи документов для получения кредита по поддельным документам. В одном из банков план сработал. Мужчинам одобрили более 300 тысяч рублей. Во втором финансовом учреждении заподозрили неладное и сообщили в полицию о подозрительных лицах. Предоставили документы в банк? Да. Свои? Чужие. А где взяли документы чужие? Через интернет заказали. Заказали через интернет. А что за документы? Можно подробнее? Ну, паспорт. Пока все. Ну, для банка же паспорта мало. Надо еще какие-то документы. Ну, снился. Паспорт, снился. Все. Все. Сколько вам обошлось эта услуга? 70 тысяч. Где на самом деле злоумышленники брали паспорта, еще предстоит выяснить. На квартире, которую они снимали, нашли вот такой нехитрый набор для изготовления документов. Выяснилось, что Саратов не единственный город, где успели побывать подозреваемые. Где это было? С кем осуществляли мошеннические действия? В Саратове, еще в ряде городов. В каких? Калуга, Иваново. Мужчины дали признательные показания. Своей участь они дожидаются, находясь под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса. Если вы пострадали от действий данных граждан, просьба обратиться по телефону, указанному на экране или в ближайший отдел полиции. Эллада Обжалимова, Денис Гребенщиков. Вести, дежурная часть, Саратов.